На кого в первую очередь рассчитан ваш мультфильм? Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы вы читали максимально широко, и на взрослых, и на детей. Но, наверное, главнее, более главным зрителем для меня являются дети. В вашем мультфильме кто является главным героем? Ну, во-первых, героев настолько много, что, я думаю, каждый человек может там найти, ну, какого-то своего там, какой-нибудь робкий, может, себя там с парнем этим отождествит, кто-то такой нахальный, промерливый, может, с зайцем. Там все герои не очень однозначны, там нет откровенно плохих, откровенно суперхороших. Они такие вот, как бы, соседние, соседние везки. Ну, скажите, вот на ваш авторский взгляд, на ваш авторский замысел, кто должен быть главным героем в этом мультфильме, в кого вы рассматриваете как главного персонажа. Ну, мне кажется, что это зайц. Он такой мотор всего фильма, он решает эти все проблемы, он искренне старается помочь парню, и плюс у него еще открываются большие перспективы. Много сел, много свадеб, много всяких приключений. Скажите, пожалуйста, какой, возможно, урок или мораль, которая доложена в этом мультфильме, должен извлечь зрителей? Ну, есть, как бы, первый слой, где просто вот рассказывается история, такая сказка, и все, так сказать, ее моралиты, они в ней самой заключены. Но мне кажется, немножко шире, не зря я там вел дубинку мастера, который все это вырезает, весь этот мир выходит из-под его рук, что во всем этом, даже в простецкой сказочке, в простой песне присутствует мастерство. К сожалению, во многом это мастерство уходящее, потому что и жанры латинанки, и старые белорусские песни, они требуют усилий даже от собирателей, от деятелей культуры, чтобы их как-то собрать, донести по-новому, перепеть зрителям. И из-под воли вот эта мысль в фильме присутствует. Интересна ли эта информация, или эта проблема, которая, говорите, о хозяйшей традиции, интересна ли она юному детскому зрителю, на которого вы ориентируетесь? Трудно сказать, потому что у нас патриархальные устои все рушатся, но если этот код они не получат, а он может так из-под воли пройти. Просто хорошо исполнена песня, она этот код все равно привносит. Код, прошлое, патриархальности или... Ну, вообще-то связи с традицией. Связи с традицией. Да, с ощущением, что твои корни здесь, что это твое родное, и вот ты отождествляешь себя с этим.